Друзья, всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Меня зовут Яна, и у нас с вами Мукбанк. У меня сегодня... Я прям что-то проголодалась очень сильно. Я варила рассольник. Так захотелось бы ничего-то жидкого. Я суп, кстати, вообще 100 лет не ела. И у меня гуляш, ну мясо тушёное, по-русски говоря. Лапша-удон с овощами. Я туда ещё чеснок добавила, выдавила. Короче, очень вкусно. Давайте начинать, всем, кто собирается есть кушать, приятного аппетита. Я 100 лет супы. Я вообще, вы знаете, кто меня давно смотрит, я не люблю снимать супы на камеру. Ну, я обожаю рассольник. Я люблю рассольник. Я люблю солянку, потому что там огурцы. Я туда мазика добавила. Я не стала сильно густо себе делать. Я, конечно, сейчас могу одним супом наесться. Но, знаете, я не хотела на два мукбанга растягивать. Это шикарно. У меня ещё тут чуть-чуть лука осталось. Перловочка проварилась. Я перловку покупаю в пакетиках. Ну, вы знаете, как гречка, рис есть. Там пять пакетиков. Вот у вилки. Я так давно не варила рассольник. Я вообще супы не очень люблю. Есть. Снимать тем более. Но иногда так хочется. Мне вот прям жиденько вам хотелось. Ну, в основном варю, знаете, там борщ, куриный супчик, лапшу. Ну, гороховый, там, щи. А этот изредка. Просто у меня, опять-таки, как вы знаете, была открыта банка. С оленями. И я наварила. Боже, это так вкусно. Носка. Ладно. Давайте поедим чуть-чуть лапшички. Она как всегда слиплась. Это лапша удом. Варится она быстро. И у меня слиплась. Слиплась она. Супчик вообще просто потрясающий. Сегодня вторник уже. Я, наверное, завтра выложу видео. Может быть, сегодня, не знаю. Блин, с этими уроками началась же школа. И у нас дистант. Я в шоке. Я, знаете, мало того, что... В принципе, я отвыкла от школы. Ее отвыкла. У меня от школы. Она же у меня перед каникулами еще неделю болела. То есть мы на больничном были. Получается, если вот с этой недели, которая пройдет, мы месяц не ходили в школу, потом две недели каникул, сейчас неделя дистант. Но это, конечно, такой дурдом. Как проходит у нас дистант? Нам учительница Вайбери пишет задания по своим основным предметам, которые она ведет. Русский, математика, литература. И зоны сейчас ведет, потому что, по-моему, учитель по рисованию в декрете, что ли. И она сама ведет у нас рисование. Окружающий мир. Также в сетевом городе есть задания по английскому языку. Ну, в электронном дневнике. По физкультуре тоже есть задания. Это капец. И вчера вот этот первый день... Ой, пока эти уроки... Ладно, сделать одно дело. Задают, ну, немало, я бы так сказала. Очень даже немало. Ну, у нас, типа, идет неделя повторения. Ну, там повторяют, что проходили. Ну, домашку-то все равно делать надо. Потом мы это фотографируем. Отправляем по вайберу учительницу. Классную руководителю. Ну, кто не знает, я у меня во втором классе учиться. Потом, значит, вот английский... Нужно было как-то в сетевом городе отправить. Я там куда-то отправила, не знаю, туда нет. Сегодня учительница прислала электронную почту. То есть надо на электронный ящик отправить это задание. Вот я отправила. По физкультуре тоже есть задания. Надо было на видео снять. Вот потом эту физкультуру снимали. Потом я пыталась через сетевой город отправить учителю файл большой. Я не знала, как его сжать. Короче, потом смотрю. Там варианты задания есть. Первый вариант, второй и третий. То есть вчера мы делали первый вариант. На среду, то есть на завтра мы будем делать второй вариант. И там третий вариант. Потом смотрю, вот где вот эти задания расписаны. Там, оказывается, внизу есть тоже электронная почта учителей по физкультуре. Вот я полезла, отправила ему. Задание. Короче. Честно, это дурдом. По музыке надо какую-то песню было петь. Уже родители спрашивают, музыку надо на видео снимать. Ну, написали, что музыку не надо. Вообще жесть. Дистанционка, это, конечно, жесть. Это ладно, вот у меня маленькая, да, Лева. А кто постарше, как они учатся, я вообще не представляю, как у них это все проходит. Каким образом? Вообще не понимаю. Ну, в новостях написали, что со следующей недели пойдут дети у нас в школу на Урале. Да неужели. Потому что я не вижу вообще смысла. Ну, сидят они дома, они так же гуляют на улице, где-то слоняются в тех же торговых центрах, потому что им QR-код не нужен. Ну, непонятно, в общем, короче, какая-то колесица. Лучше бы они в школу ходили. В общем, дурдом с этим дистантом. Второй день, я в шоке. Вроде бы, казалось бы, ничего такого, но очень, не очень удобно. Ну, еще на учуру надо сделать что-то там, какую-то олимпиаду прийтили, что-то такое там, про дороги. В общем, короче, сейчас пойдем еще делать. У меня Ева-психолог говорит, лучше бы я в школу ходила. Я говорю, так уроки-то все равно бы надо было делать. В любом случае. Как говорится. Ну, и вчера в Екатеринбурге просто там родители подняли бунт, ходили куда-то там или к администрации, или куда-то к зданию. В общем, устроили там пикет, митинг против дистанционного обучения. Что, типа, не имеют права оставить детей из школы, там, тидым-пырым. Тидым-пырым, короче, вот так. И, видимо, дальше руководство решило, что хватит. И недели. Которые вообще смысла нету никакого, мне кажется. Я бы, может, и была за дистант. Ну, чтобы это было, знаете, не полумерами, как говорится. Куда-то пускают, куда-то не пускают. А вот маршрутки битком. Хорошо, мне никуда не надо ездить. Короче, вот такие дела. Ну, ничего страшного. Зато постепенно втянемся эту недельку в рабочую, так сказать, корею, в школьную. И с новыми силами пойдем учиться. Опять я все одно да по одному. Ну, мне хочется вам поделиться тем, что у меня наболело. Я говорю, мне даже вчера некогда снимать было. С этими уроками, пока их сделаешь, пока вот это там разобралось в этом сетевом городе. Короче, вы меня поняли. Ну, я надеюсь, у кого дети есть, те меня поняли. Супчик, конечно, вообще. Я сегодня вообще не ела ничего. Вообще. Кофе выпила и все. Без всего. Вру. Вафельку одну съела. Погода у нас вообще очень мерзкая. Весь день идет дождь. С одной стороны, как бы, у нас обычно вот в ноябре вот в это время уже снег лежит, а сейчас дождь. Мне даже это больше нравится, потому что прям не хочется этой зимы. Я вообще не люблю зиму вот прям не хочется. Ну, куда деваться. Природа, она берет свое, конечно. Хотя сейчас все меняется. Может быть, теплая у нас зима. Что-то я уже, по-моему, много беру себе. Вкусно. Все очень вкусно. Прям с удовольствием поела, но объелась. У меня есть чай. Немножко попью, пить хочу. Мясо просто очень острое сделала гуляш. Это я когда тушу, если я знаю, что у меня Ева это есть не будет, я чуть-чуть остреньким делаю. Мне муж любит, чтобы остренькое было. И я туда добавила у меня есть такая прикольная приправа. Кстати, я купила вот это. Ну, в пакетике, по-моему, от русского аппетита или от приправочья. По-моему, русский аппетит. Сухая. И там эти чили. Там прям вот эти вот зернышки острые. Вот ее чуть-чуть добавляешь, все, потом все горит просто. Такие вот дела. В общем, я извиняюсь за такое сумбурное видео. Я так наелась. Ну, я так, мне так вкусно было, правда. Я вот с таким аппетитом поела суп. Я вообще сто лет говорю, я супы вообще не очень люблю. Вообще, в принципе, их не люблю. Прям в охоточку с удовольствием поела. На этом буду заканчивать свое видео. Кому понравилось, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик под видео, чтобы всегда быть в курсе, когда мне выходит новое видео. Кому не понравилось, ставьте дизлайки. Колокольчик, это кто на Ютубе смотрит. Я, возможно, даже и сейчас выложу видео. Не знаю, если будет время, сейчас смонтирую и выложу. На этом все. Всем большое спасибо, всем приятного аппетита, а я буду готовить для вас новую мукбанку. Говорила я это или нет? Ну, не важно. Всем пока-пока, и до новых встреч. Пока!